Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях Январь Первый месяц года в Юлианском и Григорианском календарях 11-й месяц Староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта 1 из 7 месяцев длиной в 31 день Это в среднем самый холодный месяц года на большей части северного полушария Земли где январь является вторым месяцем зимы и самый теплый месяц года на большей части южного полушария где январь – второй месяц лета Согласно одной из существующих версий первый месяц календарного года январь был назван так по имени жившего в Риме за тысячу лет до нашей эры этрусского кузнеца Януса который мастерил болты и замки для дверей а после смерти стал богом всех ворот, входов, выходов, истоков рек то есть богом всех начал, покровительствуя заодно путешественникам и морякам Он считался одним из популярнейших представителей небесной элиты о чем свидетельствует его изображение отчеканенное на римской монете Ассе Януса всегда изображали с двумя лицами одно из которых было обращено в прошлое, а другое – в будущее поэтому месяц, начинающий новый отчет времени и подводивший черту под старым годом был назван январем, то есть месяцем Януса У бога времени появились новые символы власти песочные часы, ключи и два перстня на одном из которых стояло число 300, а на другом 65 согласно количеству дней в году Впрочем, в России январь еще долгое время величали Васильевым месяцем называя его так в честь святителя Василия Великого А кроме того, он был новолетником, малебожником, ладнем, стычнем, полузимником, переломом, сеченем нисколько от этого своего величия не теряя Ведь батюшка Январь – зимы государь Одно из названий января – просинец Это название месяц получил от ярких, наполненных солнцем дней Наступил Новый год На дворе снега полным-полно и морозно Зима в разгаре, а в самые ясные дни мороз особенно трескуч и щиплет уши и нос Январь – вот она, настоящая русская зима Небосвод ясный и чистый Снег слепит глаза от яркого солнечного света Чем ярче солнце, тем холоднее день Трещат крещенские морозы Январь – это зимний месяц, на который приходится полное спокойствие и безмятежность природы Которая отдыхает и набирается сил на предстоящий год Под толстым слоем выпавшего еще с прошлого месяца снега Дни становятся длиннее Даже природа уже чувствует прибавку света Если взять хотя бы веточку тополя Поставить в вазу с водой И в теплых стенах дома, отогревшись, на веточках появятся маленькие листочки И солнце тоже стоит в повороте на весну И природа приготовилась в томительном ожидании Январь в народном календаре – яркий, полный праздничных событий месяц Это и Новый год с ритуальным блюдом-варениками Их еще называют «ушками месяца» Водосвятие День великого покоя Неделя памяти про отцев Родогощ Вещая седмица Зимний день бога Перуна Крещение Ведание Это месяц гаданий Способы гадания в недалеком прошлом Были самыми изощренными и разными Гадали на воске свечей На молоке Гадали по яйцу По лаю собак И даже по полену В последнем обряде Девица заходила в сарай И не глядя брала первое попавшееся полено Выносила на свет А бабки-свахи смотрели Какое полено Таким будет и будущий муж В этот месяц не происходит Особенно заметных природных изменений Дни постепенно, пока незаметно, прибавляют в весе Солнце находится чуть выше, чем в декабре над линией горизонта Хотя оно в период крепких морозов и светит особенно ярко Но при этом совершенно не делится теплом Цвет солнца ровный, ослепительный и холодный На третью декаду января приходятся крещенские морозы Погода становится зачастую безоблачной Ветер не сильный А морозы сухие и пронзительные Снег под ногами хрустит И сверкает тысячами ледяных кристалликов В слепящих лучах зимнего солнца Вот такой этот месяц январь Братья-месяцы Братя житая Братья